Как мне сказала комьюнити менеджер Дарья Сталь, Танки Икс ведут совсем другая команда, совсем другие люди. Танки Онлайн ведут те же люди, которые её и создавали изначально. В общем-то, я думаю, понятное дело, что если бы наши разработчики очень бы сильно захотели, очень бы хотели, чтобы Танки Онлайн не умирали, не становились говной игрой, чтобы они действительно процветали и были топовой игрой, они бы, я думаю, уже давно бы догадались и уже давно бы захотели и сделали бы данных ботов, данные карты, данные корпуса и, я не знаю, новое что-то, действительно. Новые режимы. Почему они не делают? Почему они сидят, нихрена делают? Добавляют какие-то новые краски, которые 300 лет нам не нужны за миллион кристаллов. Ну что же, всем, привет, дорогие подписчики, зрители и гости канала, с вами Диман, друзья. Сегодня мы играем на карте Парма. Друзья, я играю сегодня с ремиксом, поздравлю всем. Всем привет. Друзья, также здесь должен был быть Беррик, но Беррик ушёл, Фары Варнуб также ушёл, только что записывали мы, короче, пенки на смоках. В принципе, друзья, продолжаем записывать следующий видос, всё потому, что я скоро уезжаю, вы все знаете, у меня будет маленький переезд, и поэтому, чтобы канал не пустовал, я, соответственно, подготавливаю вам интереснейшие, увлекательные видосики. В общем-то, друзья, этот видос как раз-таки выйдет после того, как мы выпустили, получается, смоку. Ну, значит, сегодня я хотел обсудить очень-очень наболевшую тему. Короче, друзья, мы играем сегодня на точке, да, ремикс? Давно не было такого формата, по-моему, вообще в летсплеях, по-моему, такого не было, да? Ну, были такие маленькие летсплеи, но, чтобы так прям запоем их не было, да? Да. Всё потому, что, друзья, я подумал, а почему бы нам не вспомнить формат такой, как ранее был новым этот точке, друзья? Действительно, интересный формат, я бы поиграл бы на нём, но он, к сожалению, себя не зарекомендовал, потому что он какой-то скудноватый, скучноватый. Раньше, конечно, мы играли, раньше всё было нравилось, ну, точнее, всё было хорошо, всем нравилось. Сейчас же, друзья, к сожалению, точки — это формат забытый. И я такой подумал, а почему бы разработчикам не подумать головой своей и не вести новый формат в Танке Онлайн? Почему бы им действительно не подумать и прям не вести новизну в эту замечательную игру? Я когда-то уже предлагал новый корпус вести, который бы давал возможность, там, не знаю, полёта, и вести также какие-нибудь болота, там непроходимые места и такие вот действительно новые пропусти. В Танке Онлайн, которых действительно уже давно, ну, все ждали их. И я как раз-таки подумал, и сегодня я понял, что Танкам Онлайн необходим новый формат. Друзья, наверное, вы думаете, а как же его сделать, что же это вообще за формат, и возможно ли его вообще ввести в игру Танк Онлайн, друзья? Да, действительно, это всё возможно сделать, потому что, смотрите, я подумываю над тем, чтобы сделать что-то типа, короче, типа убей босса, или же убей какую-нибудь, или же захвати какую-нибудь базу и того прочего. В принципе, я думаю, это действительно, ну, я думаю, легко сделать. Согласись, ремикс. Есть такое. Потому что, смотрите, у нас же, как вы знаете, есть в Танках Онлайн тот же Гуд Мод Ион, пропавший уже куда-то непонятно куда, но когда он заходил на сервера, сервера просто взрывались от того, что он действительно был на сервере. Все хотели к нему попасть, и все действительно хотели данный, ну, данную битву с этим игроком. И я бы подумал, а почему бы разработчикам действительно не вести режим... Господи, меня подлагало прям сильно, у тебя тоже? Нет, нет, нет. У меня прям сильно лагануло. Господи, меня лагает. Сейчас, подожди, отлагает вроде бы? Должно пойти отлагать, сейчас мы выключим, друзья, некоторые настройки. Так вот, почему бы разработчикам действительно не вести такой формат, как убей какого-нибудь босса, убей какого-нибудь там, не знаю... Ну, того же Гуд Мод Ион. Почему бы его действительно не оставить в игре и дать ему действительно новую карту свою, где бы он мог прятаться, допустим, в своем... Да не лагай ты, пожалуйста. Все, вроде бы нормально. Где бы он мог спрятаться спокойно в своем каком-нибудь там месте, отведенном для этого. Ну, просто, я не знаю, если бы разработчики захотели, мне кажется, они бы ввели, и людям бы понравилось, и люди бы пришли, те, которые ушли уже из танков, они бы пришли обратно, и они бы действительно заинтересовались данной игрой. Также можно миллион форматов новых ввести, друзья, миллион форматов новых придумать, конечно же, додумать, доработать, все это привести в баланс и ввести в игру. Я думаю, многие меня поддержат, друзья, но если вы действительно хотите, чтобы это было... что я действительно придумал, ну, годный совет, и чтобы он реально вошел в нашу игру, то давайте понавалим лайков, давайте понавалим комментов со своими идеями, с новыми форматами. Я думаю, когда этот видос завирусится и станет же топовым, без проблем, этот формат, тот же убей босса, того же годмода он, он действительно уже будет в танках онлайн. Я просто уверен, это сделать, это реально сделать, это особо нового, ну, много труда не заставит там у разработчиков, не отнимет. И не то, чтобы тот корпус новый, его надо придумывать, все дела, но формат, думаю, ввести первым можно, ну, а затем уже и корпус, и новые карты. И, в принципе, тогда, я думаю, танки онлайн у нас будут процветать, и многие будут в нее играть и радоваться. Ты как думаешь, Эмикс? Ну, знаешь, здесь единственное, что получается, это им, скорее всего, придется заводить что-то нового годмода ООНа, потому что в настоящий момент этот годмода ООН, который у нас есть, он, как бы, так скажем, у него уже, ну, сам понимаешь, есть свои дела, и он на танки подзабил, он так, я не знаю, наверное, раз в месяц зайдет, если не реже. А, знаешь, что я хочу сказать? А почему бы не ввести бота? Или ботов? Или захват базы? Захват базы, где будут боты. Боты разных уровней. Почему в других играх есть боты? Почему? Ну, знаешь, боты, это уже достаточно сложная реализация, и в танках это... Да, господи, я уже говорил, друзья, над тем, что вы думаете, наверное, скажете, они там занимаются танками ИХ, друзья, и мне, когда что-то несешь, какую-то пургу, пускай люди сделают танки ИХ, друзья. Как мне сказала комьюнити-менеджер Дарья Сталь, танки ИХ ведут совсем другая команда, совсем другие люди. Танки Онлайн ведут те же люди, которые ее и создавали изначально. В общем-то, я думаю, понятное дело, что если бы наши разработчики очень бы сильно захотели, очень бы хотели, чтобы танки Онлайн не умирали, не становились говной игрой, чтобы они действительно процветали и были топовой игрой, они бы, я думаю, уже давно бы догадались, и уже давно бы захотели, и сделали бы данных ботов, данные карты, данные корпуса, я не знаю, новое что-то, действительно. Новые режимы. Почему они не делают? Почему они сидят, нихрена делают? Добавляют какие-то новые краски, которые 300 лет нам не нужны за миллион кристаллов, которые действительно я вообще, даже я не буду покупать, ни микс, никто другой, потому что они понимают, что они не нужны. Я не знаю, каким нужно быть дебилом, чтобы приобрести краску за миллион. Каким? Проказник. Ну, пускай покупает, думаю, даже... Нет, слушай, даже он, я уверен, даже он не будет покупать такие краски, потому что он понимает, он думает головой, что за краску столько кристаллов отдавать не нужно. Он, он, действительно, он понимает, он это говорил, когда выходили предыдущие краски, где они стоили по 750 тысяч. Он это говорил, я смотрел его летсплей. Поэтому за миллион, я уверен, он покупать не будет. Я не знаю, какой человек купит за миллион, каким нужно быть, я не знаю, ну, далеко отсталым человеком от игры, чтобы покупать краску за миллион. Потому что раньше, раньше краски стоили действительно дешевле, и поэтому я не знаю, зачем вводят такие краски. Лучше бы действительно что-то новое ввели. Что ты думаешь? Что ты хочешь добавить? Ну да, есть такой момент. Еще раньше вот, опа, голд. Раньше же был такой момент, что вот еще, когда цены на краски тоже поменялись, многие изначально тоже жаловались на краски с резистами по 500 тысяч кристаллов. Это вот Тин у нас, Зевс было или что у нас там. Ну там резисты были, там действительно, там можно было отдать за это гоно. А сейчас просто миллион кристаллов за текстурку, это невероятный бред. Кстати, многие-многие люди просто взяли и, конечно же, друзья, протестовали по этому поводу. Они действительно отказывались от данного обновления, они пытались как-то вернуть все обратно, друзья. Но разработчики не слушали это. Убивай. А, тут, как ты видишь, этот. Ветер свободный. А, блин, я. Ветер заберет, наверное, да? Ну да, ветер заберет, поздравляем, Вета. Какой ветер? АК-47? Друзья, извините за хрип, потому что я уже немножко охрип. Я охрип? Ну, может, да, чуть-чуть. Ну и пох. Видосы хотите, друзья, мои мысли хотите, поэтому надо записывать, надо, конечно же, работать, надо, конечно же, выпускать видосы. А я думаю, летсплей этот дотяну. Короче, друзья, выпускают всякие обновления разработчики, которые 300 лет никому не нужны. Люди это понимают, люди протестуют. Почему разработчики нас не слушают? Почему? Зачем вы выпускаете то, что нам не нужно? Почему вы не можете прислушаться к моему мнению, к мнению большинства? Я думаю, многие со мной сейчас согласятся. Почему вы не можете выпустить то, что действительно нужно игре? Что действительно может привести ее в лучшее положение, чем оно сейчас имеется на данный момент. Потому что игра действительно сейчас многими уже считается как умершая, которая уже все на дне. Конкретно умирает просто. Почему нельзя ввести новое? Они там добавляют какие-то, не знаю, баланс в пушках. Баланс в пушках. Да нахрен он нужен, тот баланс в пушках? Господи, я вон катаюсь, я даже на модули не смотрю. Нахрен он нужен? Введите новый режим, введите новые карты и все. И многие люди придут. Нужно исходить не из того, что круче, что намного масштабнее, что намного тяжелее в понимании. Нужно исходить из того, что проще и что действительно было бы в тренде, скажем так. Я не знаю, я бы сказал. Я больше ничего не буду говорить. Я сказал свое мнение. Друзья, если поддерживаете, ставьте лайки, если вы действительно думаете, как и я. Я думаю, нас таких много будет. Посмотрим, кто против. Против, высказывайте свою точку зрения, почему вы так считаете, почему вы против. И тогда мы действительно поймем, что же лучше танкам онлайн. Ну, я думаю, это действительно стопроцентный плюс игре. Я вот уверен, просто уверен в этом. Ты добавишь что? Полностью с тобой согласен. Тем временем второй голд. Тем временем второй голд. Тем временем надо забрать голд, друзья. Я делал викинг от Винса, давно не играл. В принципе, понимаете, когда начинал еще в танках онлайн играть, я от Винсом действительно очень сильно любил играть. И скажу вам, даже в клане играл и даже нагибал. Многим сбивал рису и многим сбивал смоки и многое другое. Короче, друзья, решил я вспомнить детство. Решил я вспомнить, конечно же, старость. Нет, не нашел ни хрена. А я только на респе. Пошел в жопу. А я знаю, на центре где-то, да? На центре, на центре. А уже падает, да? Да. А, я просрал вообще. Блюху в центр. Я диктатор убиваю, диктатор, гасите, гасите, гасите. О, господи, я убил. А, нет, кто взял-то? Тигран 27 Армения. А, Хорн, да? Я думал, опять ветер возьмет. Нет, ветер не взял, друзья. Какой ветер? Да, К-47, это ветер, свобода. А, ух, ё-моё. Ты не знал? Неа. Так, чё по точкам, друзья? По точкам, как видите, 42 к 21, 8 минут до конца. Чё-то как-то да. У нас вот все в точке, получается, захвачены. И как-то точки особо не блещут своим чередом. Они что-то сильно не добавляются. И не знаю, зачем это, ну, как это вообще работает всё. Потому что, как вы помните, так же точки изменяли формат. Но чё-то как-то особых плодов, как мы видим, не дало это ничего. Да уж. Так, вроде бы сейчас этого. Хорн, это добью, короче, не знаю. Я надеюсь, всё-таки ещё может... Может, ты скинешь гол, у тебя есть там ещё, чё нету? Не-не-не, только что закончили. Ну ладно, похеру. Короче, друзья, чё я хочу сказать. Не знаю, доигрывать я уже вижу смысла особого нету. Потому что красная команда, как таковая, не сопротивляется. Голды мы видели, друзья, моё мнение вы услышали. Поэтому, ну, не знаю, тут, в принципе, исход уже и давно понятен. Наша команда просто превосходит как и по числу, так и... О, господи, меня убили. Так и по модификациям, и, конечно же, по пушкам и корпусам. Ну, я думаю, друзья, моя идея будет разработчиками услышана. Они прислушаются к моей мысли, послушают, почитают, конечно же, комментарии моих подписчиков, которые напишут под этим видосом. Увидят рейтинг данного видоса, конечно же, потому что, я думаю, он будет действительно очень высок. Кстати, когда я предлагал новый корпус ввести и новые карты с болотами, что-то как-то тысяча набралось. Что за херня, друзья? Вы что, этого не хотите? Новые карты и вообще вот эти вот болотистые места, там, не знаю, какие-нибудь новые пропы? Почему вы так мало набрали лайков-то? Вы думаете, что если тысяча лайков, то нас услышат? Ага, хрен там. Короче, если вы действительно этого хотите, то ссылка есть. Даже не ссылка, короче, на моем канале есть такой видос, такого содержания, там новый корпус, он летающий, я там сделал специально. Переходите, ставьте лайки, и тогда действительно нас услышат, и тогда у нас будет какой-то толк. Потому что если я сейчас буду распинаться, если я сейчас буду предлагать эти, соответственно, мысли, там, идеи и все такое, и если видос не будет, конечно же, заходить в топ для того, чтобы, ну, разработчики это видели, то никаких плодов этого, плодов никаких вообще не будет. Ведь так, ремикс? Ведь так. Да, верно. Поэтому, не, я, конечно, понимаю, если вы этого не хватите, но просто когда я смотрел комментарии того видоса, там столько реально положительных комментариев было, там столько было идей, там куча всего было, и когда я посмотрел на рейтинг, рейтинг действительно был печальный. Поэтому давайте справляемся, друзья, ставим много лайков, ну, или даже если не лайков, то хотя бы комментариев побольше ставим, чтобы он действительно по комментариям вышел в топ, и разработчики это увидели. Я сейчас не прошу лайки, но, если желаете, то можете даже и лайк поставить. Так, смотри. Что? 6 минут до конца, 31.57. Нет, смотри, я что-то рано нашу красную команду стал со счетов скидывать. Надо, надо, короче, до конца биться. Они нариц начали, они нарицали. Да-да-да, надо до конца биться, не понимая, что им жопа. А или, знаешь, может, они понимают, что захват точек это такая система, когда можно не нарицать полбитвы, а потом в конце битвы занарить и втащить карту. Как думаешь? На полигоне так частенько бывает. Ну да, кстати, да-да, это надо, короче, друзья, рановато я начал их действительно скидывать. Я-то думал, они все уже начинают сливаться, но нет, друзья, они начинают тащить, они начинают просто нас растаскивать, как вы понимаете. Так что давай, тащи, давай, 5 минут осталось, 3-4, 58, это не особо такой большой размах. Тихо-тихо-тихо-тихо. Меня убьют по-любому. Ну, в принципе, друзья, даже на Викинг-Отвинсе я могу себя спокойно чувствовать даже... Да, что хочу сказать, разработчики действительно подумали о балансе. Вот я вот на Викинг-Отвинсе, под Нарой, я действительно себя хорошо чувствую. Баланс здесь замечательный. Я не знаю, зачем, куда они еще хотят баланс, балансировать игру. Она уже действительно в балансе. Они не то, что хотят балансировать. Они хотят, то есть этот баланс постоянно меняет, чтобы он был разный, чтобы он, типа, людям не приедался. Так, в такой степени как-то неизвестно. Да, господи, мне кажется, они исходят из того, что, допустим, те же пушки новые не покупают. Они смотрят статистику, допустим, и не покупают корпуса, поэтому они увеличивают характеристики этих пушек-корпусов. Господи, друзья, да не нравятся людям такие корпуса, допустим, тот же Диктатор. Они не покупают. Кому-то нравится, те покупают. Кому-то не нравится, те не покупают. Это такая же статистика, как у меня на канале. В этом месяце у меня было много просмотров. В том месяце у меня было поменьше просмотров. В следующем у меня опять будет много просмотров. Поэтому я не знаю, зачем вы следите по статистике, типа, неактуальный корпус там или пушка, и меняете характеристики данного корпуса или пушки. Не нужно этого делать. Я уверен, что, допустим, в следующем месяце данная пушка станет топовой. Ну, я так думаю. Потому что я не знаю, зачем они меняют. Ну, их дело. Я не знаю, это чисто мое мнение. Не знаю даже, что добавить. Опять же. Потому что я все сказал. Немногословный. И я все сказал, сказал все по делу, в принципе, друзья. Долго думал, как это все вам преподнести. И вот, друзья, наконец-то решился, в принципе. И я думаю, что многие меня услышат. Многие меня поддержат. Да, нужно тащить, потому что 40-66. Нужно, конечно, немножко сейчас поработать, друзья. Ведь красная команда, как вы понимаете, теперь начинает превосходить нашу команду. Что я вообще не ожидал. Смотри, 41-67, три точки практически захвачены уже. Я вот отбиваю. Слышишь, центровую такое есть. Можешь, помоги, пожалуйста. Пошли в жопу отсюда. Идолы. Все, отлично, отбил. Так, какая тут? Пошли Е захватать. Пошли Е захватать. На Изе вообще сейчас будет, друзья. Я на Хоре Громе здесь зашибись, я на втором месте сейчас. Так, баланс есть. Баланс замечательный. Но, не знаю, короче. Хочу новый формат. Хочу новую карту. Хочу новый корпус. Хочу новый корпус. Хотим, друзья. Хочу я. А я думаю, не только я хочу. То есть... Кличко, блин. Короче, друзья. Хочу я. И я уверен, что хотят многие мои подписчики. Потому что я же смотрю по комментариям, друзья. И, в принципе, друзья. Если хотят многие люди, почему бы не везти? Просто почему? Я не понимаю вообще политику танков онлайн. Политику разработчиков этой игры. Мне кажется, в других играх многие разработчики хотят сделать как можно лучше игру. Как можно приятней, удобней. А наши, наоборот, делают как можно сложнее, как можно неудобнее, как можно трудней. Вот. На следующие два года. Да. Модули вот. Вот. Нажму раз модуль. И что я увижу? Этого дикой эзиды. Я даже пока буду разбираться в этом модуле. Я не пойму, когда меня убьют. Я даже отвлекаюсь от того, от моих эп и всего прочего. Чё? Её нужно держать ещё, чтобы... А ты от этого теряешь управление танка. Как бы... Ну, может не совсем серьёзно, но... Допустим, в каком-то, не знаю, там, наркотраче, серьёзной битве, это реально... А знаешь, я чё скажу? Проще, друзья, даже разработчики, если вы уцепили за эти модули, добавьте, допустим, нажатие кнопки действительным. То есть, чтобы оно, допустим, нажал и секунд 8 оно держалось. И чтобы это можно было настраивать в настройках. Сколько, допустим, ну просто, чтобы оно держалось там по количеству, ну, секунд, сколько уже указано, ну, будет указано в настройках. То есть, действительно, я думаю, это, это уже бы что-то значило. Это бы уже было намного удобнее, чем сейчас. Мы просто нажмём и будем держать эту кнопку. И будем, конечно же, считывать эти характеристики и показания. Я думаю, это да. Ты, кстати, неплохую мысль подкинул, и я тебя поддержал. Согласись, да? Я думаю, если бы можно было, ну, не нажимая кнопку, просто смотреть и считывать, ну, автоматически это всё, было бы намного проще, чем сейчас. Ну, естественно. О, и Берик подошёл, Берик. Берик вернулся. Ты покакал? С облегчением тебе, братуха. Как думаешь, скажи, пожалуйста, вот я хочу, чтобы в танках онлайн ввели новый режим. Ты как думаешь по этому поводу? Думаю, это пошли к разработчику. Только тебя херово слышно. Алло! Во, нормально, давай, дальше. Лёлик! Говори! Это я! Ну, говори! Ну, я думаю, что если разработчики посмотрят твой видос, они тебя нахуй пошлют, потому что им делать, ну, типа, вот эти вот все режимы очень трудно и геморр. Вот, и ты пошёшь их в ответ. Им легче ввести какое-то говно, что делать игру сложнее и говяньее. И в итоге они убивают игру и на дно её доводят, да? То есть вы думаете... Ну, она, бля, родилась над ней уже. Выживают, выжимают последние деньги, вводя обновления с донатами. Тогда я даже не знаю, друзья. Мои друзья думают вот именно так. Мои конференции, с которой я уже долгое время вместе нахожусь. Ой, долгое время. Я не знаю, как вы думаете. Чё? Чё ты говоришь? Долгое-долгое время, две недели. В смысле, долгое время ты дурак? Мы с тобой уже сколько, два года на один горшок ходим. Да, только ты после себя, блядь, не убираешь, я... Короче, друзья, в принципе, вы слышали все наши мнения. Давайте так, изменим всё-таки эту игру, поставим много лайков, комментариев. Там вообще без разницы. Главное, чтобы люди, ну, видели этот видос. Репостайте там себе на страницу. Показывайте друзьям, действительно, чтобы люди видели это. И тогда я всё-таки надеюсь, что хоть маленькая моя надежда не пропадёт даром и нас услышат и изменят в лучшую сторону данную игрушку. Подписывайтесь на мой канал, на канал ремикса, на канал Беррика и на мой паблик, ссылки в описании. И всем удачи, друзья. Всем пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok